Здравствуйте! Сначала кратко, как всегда, без комментариев. Москва созывает внеочередное заседание Совбеза ООН по факту диверсии с трубопроводами Северный поток. Вхождение ЛНР в состав России должно произойти в пределах недели. Эрдоган заявил, что если Путин что-то задумал, он так и сделает. В Финляндии обнародуют решение об ограничении въезда для россиян в четверг. В Новосибирске попытались поджечь военкомат бутылками с зажигательной смесью. Теперь подробно. ЕС запретит туалетную бумагу и мыло из России. ЕС планирует ограничить ввоз ряда товаров из России, пишет политика со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новому пакету санкций. В числе прочего речь идет о запрете на импорт косметических товаров, принадлежности для бритья, дезодорантов, мыло и туалетной бумаги. Я еще помню дефицит туалетной бумаги в СССР. Надо сказать, совершенно непонятный. Целлюлозы в стране был навалом. Теперь выясняется, насколько навалом. Мы ее даже экспортируем. Не говоря уж о том, что в Ашане на соответствующей полке просто прорву этой вкусной бумажки, несмотря на уход некоторых фим с нашего рынка. Теперь, наверное, уж и не вернутся. Своего добра такого завались. Ну, насчет мыла вообще не понял. Этого добра везде много. Покупать импортные – не необходимость, а исключительно дело вкуса. Ни на обороноспособность, ни на экономику запрет экспорта мыла повлиять вообще не может. Ну, разве что наши содержат больше натуральных ингредиентов и меньше ненатуральных. И кого наказывает ЕС? Ну, а принадлежности для бритья? Ну, разве что женщины перестанут брить ноги, за счет чего немного снизится рождаемость. Я вообще не понимаю, что происходит. В мире реальная трагедия. Тысячи молодых людей умирают и становятся калеками. А Евросоюз беспокоит, достаточно ли хорошо они были выбриты перед смертью, была у них достаточно чистая задница. У людей в высших эшелонах власти по обе стороны фронта нарушены какие-то причинно-следственные связи. Война продолжается по очень простой причине. Не достигнуты цели, которые перед собой ставят в сторону. То есть, либо надо этих целей поскорее достичь, либо устранить их, сделав дальнейший процесс бессмысленно. Ну и при чем тут мыло и туалетная бумага? Взорвать газопроводы могли ВМС США. Информационное агентство «Регнум» пишет, что американские военные вертолеты за сентябрь совершили несколько вылетов в районы, где была совершена диверсия на газопроводе «Северный поток». Информация об этом появилась на авиамониторинговых ресурсах вчера, 28 сентября. Сайты «Флайт Радар-24» и «АДСБНЛ» показали, что вертолеты американских ВМС «Сикорский» совершали полеты в этом районе в начале и середине месяца. Помимо этого, в районе острова Барнхольм, где и произошло ЧПС с газопроводом, в июне этого года проходили военно-морские учения Североатлантического альянса, в ходе которых были опробованы американские подводные беспилотники. Об этом сообщало официальное издание Лиги ВМС США «Сипава». Но если это так, и США действительно подорвали газопроводы, о которых президент США Байден не так давно высказывался очень негативно, никто даже не будет удивлен. США – хозяева планеты и ведут себя соответствующие, не стесняются. Не только с Россией и прочими аутсайдерами мировой политики, но и с Европой. А что сделаешь с державой, у которой 11 ударных авианосных групп, больше, чем у всех остальных стран вместе взятых? Володин запретил состоящим на воинском учете выезжать за границу и вообще. По словам председателя Госдумы, касаемо выезда граждан, состоящих на воинском учете за пределы страны, есть статья закона. Цитата. Обращаю ваше внимание, согласно 31 ФЗ о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. Статья 21. Это подчеркнул Вячеслав Володин. А дальше цитата. «Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военно обязаны», добавил председатель Госдумы. То есть даже шире, не то же за границу, а даже погребы в соседнюю область нельзя. Насчет поездки в Ашам, в Химки, за продуктами, как я понимаю, мне тоже нужно запрашивать военкомат в Тушино. Про дачу даже не говорю. В России стараются побыстрее сбыть доллары и прочие валюты недружественных стран. Это необычное в российской истории явление, особенно учитывая резкое укрепление доллара на глобальном валютном рынке, падение цен на нефт, обострение геополитического конфликта с Западом. То есть, казалось бы, доллар становится все более выгодным, как вложение, а от него избавляются по дешевке. Очередная волна укрепления рубля началась 21 сентября, после того, как власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей решили провести референдумы о присоединении к России. А российский президент объявил о частичной мобилизации. То есть, рубль укрепился на внутреннем рынке в ситуации, когда должен бы обвалиться. США, ЕС и другие недружественные страны объявили, что расширят антироссийские санкции. Возникли опасения, что Запад наложит санкции на национальный клиринговый центр. Это сделает невозможной биржевую торговлю долларами и евро, а также повышает риски заморозки валюты на брокерских счетах россиян. И это тоже вызвало укрепление рубля. В отсутствие биржевого курса и возросших валютных рисков, банки будут проводить операции с валютой по своим внутренним курсам, которые будут отличаться от биржевого, конечно, в худшую сторону. Кроме этого, вероятного, будут введены новые комиссии за хранение операций с безналичными долларами и евро, что сделает их еще более токсичными. Наличные доллары и евро пока не несут особых рисков, в отличие от безналичных. Однако способы их вложить и потратить заметно сузились в условиях частичной мобилизации, западных ограничений на инвестиции россиян и политики дедолларизации, проводимой Банком России. Мосбиржа с 3 октября приостановит торги британским фунтом, а в июне Мосбиржа уже приостановила торги и швейцарским франком, а в августе японской иеной. На этих ожиданиях многие граждане и компании предпочли избавляться от недружественных валют и переходить в рубли, юани, дирхамы и другие дружественные валюты без санкционных рисков, даже названия которых запоминаются с трудом. На этом фоне Буратино, закопавший свои золотые на поле чудес в стране дураков, выглядит солидным инвестором. Байден хочет говорить с умершими, а Путин не хочет и с живыми. Байден во время конференции в Вашингтоне обратился к конгрессвумену Джеки Валорски, забыв о том, что она погибла в автокатастрофе в августе. Одна из журналисток спросила представителя Белого дома, почему Байден разговаривает с умершими людьми. Эти моменты замешательства случают все чаще. Американцы наблюдают за этим и беспокоятся, добавила журналистка. Белому дому пришлось оправдываться за Байдена, искавшего на одном из мероприятий члена палаты представителей Джеки Валорски, которая, повторю, погибла в августе. Байден просто думал о покойной, поэтому упомянул ее имя, объяснили поведение президента в Белом доме. На скептические замечания журналистов о том, что Байден будто удивлен отсутствием законодателя, в Белом доме лишь отметили, что думать о ней в таких обстоятельствах вполне естественно. В общем, клиника, конечно. Но представить себе что-то подобное на пресс-конференции Путина, на которую сгоняют журналистов тысячами, положительно невозможно. Складывается впечатление, что Путин заранее знает ответы на все каверзные вопросы. Как это делается, я прекрасно знаю. Слишком часто сам работал пресс-секретарем первых лиц. Другое дело, что я бы никогда не согласился работать пресс-секретарем политика, не способного самостоятельно связать двух слов. Один раз был грех. Согласился написать речь для будущего президента одной постсоветской республики. Перед семибанкиршиной была такая неофициальная структура в России. Но и там речь шла не о неспособности человека говорить, а смысленные вещи. Просто русский язык был для него неродным, и он закономерно волновался. А так человек очень умный, конечно. Но что говорить о президенте, у которого пресс-секретарем работает Песков?